Всем привет! В эфире еженедельный выпуск программы TicketOnLife. Мы собираем для вас данные о киносборах в Казахстане, а также о премьерных фильмах и мероприятиях, которые представляют особый интерес для вашего досуга. В мире существует множество пособий по воспитанию детей. Но вот что делать, если родился ребенок с задатками самого въедливого начальника и все окружающие для него подчиненные, самые ленивые, безалаберные и безответственные? Конечно, это никому не может понравиться, тем более его старшему брату, который отныне вынужден сражаться с новорожденным выскочкой за любовь родителей. Премьерный мультфильм «Босс молокосос» в подробностях излагает инструкцию по борьбе с зазнавшимися начальниками, а также рассказывает, как спасти любовь в этом мире. Костюм! Он как маленький взрослый. Таскает за собой портфель! Что, больше никто не считает, что это, ну, не знаю, слегка ненормально? Ты не расставался с ягняшкой, пока тебе не исполнилось? Ягняшка тут ни при чем! Поверь, однажды ты полюбишь его всем сердцем. Ни за что! Следующий премьерный фильм также рассказывает о нюансах семейной жизни. Главную роль в картине «Манчестер у моря» исполняет Кейси Аффлек, который, кстати, получил за нее заветную статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший актер». Главный герой фильма – простой разнорабочий Ли Чандлер, который живет одинокой и скромной жизнью. Однажды Ли узнает о смерти старшего брата и о том, что он назначен опекуном его 16-летнего сына Патрика. Герою фильма приходится вернуться в родной город, с которым у него связаны не самые приятные воспоминания. Возвращение в родной город дает новый ход трагедии, сокрытый в его прошлом. Кейси, к слову, является родным братом другого Аффлека – оскароносного актера и режиссера Бена. Видимо, талант все-таки передается по генам. Поговорим о киносборах. Здесь для нас с вами не оказалось особых сюрпризов. Лидером казахстанского, а также мирового кинопроката на этой неделе стал великий и могущественный «Кинг-Конг». Он заработал 271 миллион тенге за выходные в Казахстане и 61 миллион долларов в мировом прокате. Зрители по достоинству оценили прекрасное визуальное сопровождение. Этим зрелищем стоит наслаждаться только с лучших мест. Это что, обезьяна? Вытаскивайте нас! Второе место досталось веселой компании талантливых и, на удивление, человечных зверей. Мультфильм «Зверопой» собирает 113 миллионов тенге за выходные в Казахстане и 11 миллионов 400 тысяч долларов в мире. И это на третьей неделе проката. На этот мультфильм люди ходят с семьями, и это совсем неудивительно. «Зверопой» захватывает дух и вдохновляет на новые высоты. Словом, приятное с полезным. Вы в порядке? Да, спасибо, все хорошо. А у вас? Если хотите прославиться и выиграть 100 тысяч, то готовьтесь работать на пределе своих возможностей! Да, это было чудовищно. Где Джонни? Его нет! Ты где был? На репетиции. Пап, я не хочу быть гангстером, я хочу стать певцом. Да уже бог такого сына. Третью строчку рейтинга занимает заключительный фильм о Росомахе под названием «Логан», не на шутку, растрогавший сердца миллионов фанатов по всему миру. За вторую неделю проката Логан зарабатывает 112 миллионов тенге, и мы всегда будем хранить в сердце Росомаху в исполнении Хью Джекмана. Кроме кинопремьер, нас с вами ожидает огромное количество разнообразных концертов. Взять хотя бы юбилейное турне Григория Лепса. Он представляет свою новую программу под названием «Ты чего такой серьезный?», а также будет петь самые полюбившиеся хиты. Любопытно, что артист не сразу стал знаменит и практически до 30 лет пел по ресторанам. Но его талант и настойчивость подарили нам именно того неповторимого и харизматичного Григория Лепса. А еще он большой любитель солнцезащитных очков. Их в коллекции артиста более 300. Концерт пройдет 21 апреля во Дворце Республики Алматы, а в столице 23 числа. В рейтинг самых ожидаемых событий также попали стендап-шоу, тяжелая артиллерия в лице Комиссаренко и Сабурова штурмуют столицу, фестиваль классической музыки 55,5 во главе с Маратом Бесингалиевым, и Кристина Арбакайте в Алматы и Астане. Пришло время узнать имя победителя нашего еженедельного розыгрыша. Итак, обладателем двух билетов в кино на этой неделе стал пользователь по имени Мардан Алпызбаев. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если вы хотите оказаться счастливым обладателем двух билетов в кино, пожалуйста, делитесь данным видео у себя на страничках в социальных сетях с хэштегом Тикитонлайф49. Также не забывайте подписываться на наш канал в YouTube и оставлять комментарии и лайки к данному видео. У меня на этом все. Я желаю вам приятного досуга. Пока!